Живко Дончик, скульптор, возглавляет галерею Воспорухова. Это один из районов Варны. Живко организовал в Варне выставку еще одного интересного художника. Максим, член Международного союза, участия уже в нескольких международных художников, и в прошлом нескольких персональных художников, и в древних странах, например, в Англии. Теперь благодаря Живко Максим приехал в Варне. Это мы в Воспорухово, в галерее художественной, которая находится в здании библиотеки. И сегодня здесь проходит выставка вот такого шухарного хлопчика с Украины. Ты зовут Максим Киселю из города Александрия. Вот есть такой интересный город в Украине. Расскажи, пожалуйста, вот как здесь получилось, что ты попал в эту галерею? Фейсбук. Вот, видите? И хорошие друзья. Волшебная сила Фейсбука, да? То есть галерист увидел работы в интернете. По рекомендации. По рекомендации, да. Получается. И связался в Фейсбуке. А давно это произошло? Получается. Может, полгода назад. Полгода назад. И вот вы пока вели приговоры, да? Да. Да. Ну хорошо. Значит, давай покажем работы. Вот расскажи немножко. Это акварель. Да? И вот что? Что ты рисуешь? Рисую в основном архитектуру городам, в которых я сейчас живу. А где живёшь? Сейчас в Польше живу. Вот я и чувствую, знакомая. Это Краков. Это Краков, да. Я и чувствую. Вот я всё-таки знакомую. Это мой друг, директор скульптуры города Варк. Города Варк. Директор департамента Варк. Вот. Департамента Варк. Да, в городе. Очень приятно. Да. Замечательно. Значит, так, живём в Кракове. Мы рисуем Краков. Это Вроцлав. Это Вроцлав уже. Это на планере где-то в селе в Польске. В Польске. Это Карпач, горы в Польше. Места, где, можно сказать, вот та работа, улочка такая. Это дорога к моей бабушке. Это село. Ну, это город Александрия. Или это окраина, да, сейчас пополучаю. Да. Вот так выглядит этот город Александрия. Вот перемешан. Как видите, здесь есть и многоэтажные дома, и такие маленькие. И очень тебе достичь. Есть и Львов, и Вроцлав, и Краков. Опять Львов. Максиму 28 лет. И закончил он в Киеве? Ну, сначала закончил школу. Школу закончил. Художественную. Художественную. В Александрии? Нет, в Киеве. Прям в Киеве? Да. А потом в университет поступил. Архитектура и строительство. Значит, факультет архитектуры. Может быть, поэтому такой вот городской пейзаж, да? Может быть, да. Ясно. Вот так складываются судьбы. Аспоруховцы проявили живой интерес и к самому художнику и к его работам. Художественную. И во всяng иные профессии, вещественные, дверь. Явы посещаю с Центрацией. Это максимальный талант, максимальный изыскание к акварелу. Давно я видел толкова душевные, по-популярно романтичные, толкова естественные и непринужденные с замазанными дворами, акварелами, на городские пейзажи, природные пейзажи. На добър час дай-поча повече варници да дойдат до част от този майсторски клас и да кажа право на живки дончи. Получават му се на живки дончи все повече и повече изможбите. Има няма така специален, не знам, нюх. Успява много добре да работи с украинските и с белорусските автори, които са навсяките по света, но поне происходят от тази славянска господа, от тези смертни доноси, които са здравите желаяни. А също така няма които... Поставай тренируйте! Здесь участие, я сделаю такую шикарную выститу. И мне очень приятно. Приятно было познакомиться со всеми, потому что я первый раз в Болгарии, и очень хорошие здесь люди. Но наслаждайтесь, надеюсь, вам понравилось, и приходите в субботу, если кому-то интересно, покажите. Замечательный дебют Максима Киселева состоялся в Барнии. Я надеюсь, что вам тоже понравились его картины. А мы ждем новых встреч с Максимом и его творческими работами. Субтитры сделал DimaTorzok